Меня зовут Искал, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами возвращаемся в игру Hearts of Iron 4, чтобы спасти Польшу. Польша в новейшем дополнении для игры Hearts of Iron 4 Noсти Back стала еще слабее, особенно если начинать сценарий 1939 года. Вы же понимаете, к чему я подвожу. Появились новые железные дороги, а также новый офицерский корпус. Я уже не говорю про разные танки. В общем говоря, мы с вами видим совершенно новый формат выживания. В игре Hearts of Iron 4, и если на этом ролике наберется 5000 лайков, я знаю, вам это по силам сделать, то я сделаю все ремейки моих старых роликов. Выжить за Эфиопию, за Албанию, за Чехословакию. Посмотрим, как выживается в новом дополнении Noсти Back. Если тебе понравится этот ролик, подпишись на канал, поставь лайк. Настало время спасать польскую нацию. Ну что же, ребят, как только Польша нам доверила право руководить обороной всего польского народа, мы сразу принялись за дело. Во-первых, что я хочу отметить, у нас есть флот. Да, очень слабый, который разбомбят очень быстро, но по крайней мере, этот флот можно выпустить в Балтийское море. Потому что как только у нас заберут Данцек, этот флот окажется заблокированным. Это первое. Во-вторых, когда я взглянул на наши дивизии, я пришел в тихий ужас. Боже мой, сколько ненужного хлама у нас развернуто. Во-первых, кто раньше отвечал за подготовку всей польской армии, планировки обороны, расстрелять его к чертям собачьим? Потому что это бред. У нас есть танковые дивизии, которые не обучены, не укомплектованы. У нас есть мотострелковые дивизии, которые также не обучены, не укомплектованы. И есть просто огромнейшее количество просто пехотных ущербных шаблонов, а значит и дивизий, которые мало того, что не укомплектованы полностью, так еще и не обучены. Мы расформировываем самый ненужный кал. Благодаря такому действию у нас в резерве появятся А. Пехотка. И Б. Люди. Людей нам будет очень и очень не хватать. Особенно, когда я вам расскажу о плане нашей обороны. Перед тем, как я вас посвящу свои житейские дела по обороне Польши, хочу отметить, что мы все с вами реалисты. И прекрасно понимаем, что удержать огромную границу Польши с Германией просто невозможно. Поэтому мною был придуман план по защите страны, чтобы не дать ей капитулировать, чтобы политики продолжали струдиться на благо всей страны. Там придумывали новые махинации, пытались что-то провернуть и так далее. Новый укрепрайон будет создан в Варшаве и Лодзе. Но при этом, если вы помните, мы выживали с вами в трех провинциях. Сейчас мы будем выживать с вами в пяти провинциях. Это обязательно условие нашего выживания. Вы меня спросите, Искал, а почему в пяти провинциях выживать, а что, в трех нельзя, там же легче как бы ротировать дивизии. В принципе, вы правильно мыслите, но... Сразу отвечу на этот вопрос, и Ишку Третьего Рейха серьезно подтянули. Поэтому нам нужно максимально ограничивать возможность Третьего Рейха нападать с разных провинциях на одну нашу бедненькую провинцию. Вот и весь секрет. У нас же Польша в совершенно новом дополнении, а следовательно, у нас новые национальные фокусы, ивенты и многое-многое другое. По национальным фокусам у меня нет такого большого совета. Единственное, что я хочу сказать, на старте неплохо было бы взять максимальные бонусы на производство пехотного снаряжения, на скорость строительства ПВО и бункеров. Это очень сильно нам пригодится. В будущем по фокусам откроется веточка, где типа Польша все сдалась. Я не знаю, почему она открывается, когда Польша у нас не капитулировала. Поэтому можно и те фокусы тоже брать. Там неплохие такие бонусы дают, скоро увидите. Теперь коснемся моей любимой вкладочки. Производство и исследование. По производствам нам нужно делать большой упор ни на танки, ни на самолеты, как у нас стоит изначально, а на пехотное снаряжение дополнительное оснащение. В будущем еще и арту можно взять. Теперь коснемся исследований. По исследованиям нам просто обязательно нужно брать ремонтную роту. Да, те самые олдскульные выживания, когда я был еще молодой, перспективный, с упором на ремонтную роту и третью доктрину, потихонечку у нас возвращается. Ремонтная рота позволит нам всегда быть в плюсе по пехотному вооружению, по артиллерию, по дополнительному оснащению, а также мы еще танки у немцев будем тырить. Вы спросите, Искал, но у Польши же в новом дополнении просто бешеная промышленность, особенно в Варшаве и Лодзе. Че ты беспокоишься? Ты сможешь клепать в винтовки и не париться. А где нам ресурсы взять? Хе, поэтому такие вот дела. Без ремонтной роты выжить невозможно. Ну и осталось нам сделать последние финальные подготовительные действия. Во-первых, собираем все наши самолеты, которые только у нас есть, в один наш аэропорт, который находится в Варшаве и обязательным условием после будет вступление в союзники. А также не забываем выбирать только тех генералов, которые у нас с упором на оборону. Нам нужны хорошие генералы, которые могут сдержать огромный натиск Третьего Рейха, Италии, Венгрии и многих других стран оси. Плюс они еще и прокачиваться будут. Очень сильно прокачиваться будут. Ну и на финалочку, ребят, конечно же у нас будет поддержка самолета союзников, но ПВОшка не помешает. Наша ПВОшка будет снижать огромные бонусы от вражеской авиации для вражеских войск. Без ПВОшки никуда. По строительству строим в Лодзе и в Варшаве 5 из 5 ПВОшек. Обязательные условия для выживания. И всегда смотрите, чтобы у вас строительство было на первом месте. А к офицерскому корпусу и другим новым механикам вернемся чуть-чуть позже. Ну что же, время Блицкрига. Германия объявляет нам войну. Понеслась. Нет, не понеслась. Я чуть-чуть-чуть-чуть пошутил. Ребята, вы уже заметили, что я, наверное, делал? Я выжигал всю нашу страну. Использовал метод выжженной земли. Я не знаю, насколько он сильно роляет, потому что за Польшу это мое первое выживание вообще в новом дополнении. Поэтому будем смотреть, будем оценивать. На всякий случай, я просто выжиг всю страну, кроме Варшавы и Лодзи. Как это нам поможет, узнаете позже. А теперь можно официально заявить. Война начинается. Вторая мировая война. Франция, Германия, Италия, Польша, Соединенное Королевство. Let's go. Достаточно быстро войска вермахта окружили нас. Вау. И тут следует вывод из одной нашей подготовительной темы. Выжженная земля. Вроде как, вроде как, не могу ошибаться. Если бы мы не выжигали землю, у нас на границе бы с Германией, точнее, на границе укрепрайона с Германией огромной, было бы куда больше войск Гитлера. Чисто мое мнение. Кстати, ребята, можете не волноваться насчет того, что Германия вас капитулирует. Без Лодзи или Варшавы Германия вас никогда не капнет. Вы будете держаться в вечность. Главное, чтобы поддержка войны всегда была на высоте. Кстати, не забывайте там разбираться с политикой еще, а то вдруг еще гражданка произойдет во время войны вашей с рейхом. С одной стороны будет смешно, а с другой довольно грустно. Принцип нашей обороны будет заключаться в вынужденной обороне и постоянной ротации войск. И важно, очень важно максимальной укрепленности. Всех генералов, всех фельдмаршалов качаем на максимальную укрепленность и так далее. После того, как вы, ребят, накопите, накопите очень много опыта армии, можно уже залетать в офицерский корпус и брать интересные нацдухи на армеечку. Например, на скорость создания укреплений, как вариант. На защиту дивизий тоже как вариант. Но пока что опыта армии у нас нету, поэтому просто сидим, ротируем дивизии и надеемся, что рейх не приведет сюда свои танки. Огромную армаду танков, потому что мы еще не готовы отбивать танки. А так, как вы видите, друзья мои, оборона у нас идет просто отлично. Мне не на что жаловаться, мы сносим огромное количество вражеских солдат, сами теряем минимальное количество. Еще бы ремонтная рота быстрее бы изучилась, было бы прекрасно. Согласитесь, эта картина выглядит чересчур красиво. Именно этот момент из этого ролика попал на превьюшку к этому видосу. Все-таки хойка может быть красивой. На дворе уже практически конец 1939 года, а мы с вами держимся и держимся достаточно неплохо. Есть маленькие проблемы, конечно же, с тем, что у нас потихонечку кончаются запасы, снаряжение, винтовочки, дополнительное оснащение и даже поезда. Поездов становится меньше из-за бомбардировок врага. Также по новым рекрутам хочу отметить, что так как у нас ресурсы весьма ограничены, то возможно нам придется взять обязательную военную службу, чтобы людей всегда хватало нашим дивизиям. И чтобы мы вдобавок могли сделать еще больше, когда поднакопим достаточно вражеского снаряжения, потому что ремонтная рота уже изучилась. Сейчас для нас наступил переломный момент. Момент, когда можно уже с облегчением выдохнуть и передохнуть от бесконечных упористых атак Гитлера и его компашки. Германия напала у нас на Нидерланды и Бельгию. Короче, началась та самая великая операция в обход линии Мажино. Пока безумный безумец и сеньор художник будут распиливать Францию вместе со всем Бенилюксом и Люксембургом. Видите, как я Люксембург люблю, выделил его отдельно от Бенилюкса. У нас есть с вами шанс выдохнуть, укрепиться, построить несколько бункеров войти в контратаку, потому что Третий Рейх, как вы видите, увел огромное количество своих дивизий с нашей общей границей. Оставил всего лишь на защите пару пехотных дивизий. Таким шансом вы можете воспользоваться как хотите. Можете попробовать отжать какую-нибудь провинцию, которая имеет сталь, чтобы производить пехотное снаряжение быстрее. А можете просто ничего не делать, копить силы и подготавливаться. Спустя какое-то время я решил, что нужно как-то действовать. Не все же время нам стоять просто затяжной обороне. Да, рискую потерять огромную укрепленность, которую мы уже спели с вами накопить за время стояния, но все же я рискнул. Я пошел в контратаку. Моя контратака заключалась в том, что я хотел как можно больше вражеских дивизий в котлах переуничтожать. Такая вот у меня была тактика и как вы видите, наша контратака, наша вылазочка можно так назвать, удалась нам на славу. Две вражеских пехотных дивизий сгинуло навсегда. Потери Рейха стали еще больше, а у нас появились новые силы и новая надежда продолжать войну даже после капитуляции Франции и Бенилюкса. После того, как наше заступление немножко застопорилось, я решил, что вам нужно показать наконец-таки наш офицерский корпус. Какие же я там надздухи взял? Посмотрите внимательно, никаких лишних надздухов. Все, что связано с максимальной укрепленностью, бонусом к атаке, к защите и многое другое. Эти надздухи обязательны при выживании за любую страну. Будь это минор, мажор, который вовсю погряз войне и рискует капитулировать. Я понимаю прекрасно, что у некоторых стран есть уникальные такие надздухи, но опять же, ребят, если вы захотите продолжение этой данной рубрики, то ставьте лайки, я буду делать ремейки и рассказывать обо всем поподробнее. Пока что для Польши нужно выбирать именно такие надздухи, чтобы вам было легче выживать. На дворе уже середина мая 1941 года. Казалось бы, ну, Польша такой слабый соперник, немецкая машина смерти просто должна его было раздавить в клочья. Уже к этому моменту Третий Рейх как бы должен по заветам Гитлера стоять огромными силами у границы Советского Союза, готовить какое-то страшное моментальное нападение, но вместо этого немецкие подразделения упарываются, пытаются пробиться уже в супер укрепленный польский. регион Лодзя и Варшавы. 5 из 5 ПВОшкин в каждой провинции, укрепленный Лодзь, укрепленная Варшава, а также новые дивизии с ремонтной ротой, вражеской артиллерией, которую мы захватили вражеским пехотным вооружением и вражеским оснащением. Как говорится, на войне все средства хороши, Третий Рейх продолжает упарываться, а мы продолжаем делать ротацию и пытаемся до конца стоять. Не шагу назад, во всей красе. Кстати, ребят, хочу отдельно выделить момент и поговорить с вами на тему обороны Польши, потому что многие моменты я вам не показал, а многие упустил. Например, шаблоны дивизий. В основном у меня есть несколько пехотных шаблонов. Первый шаблон это самый банальный. Там 18 пехотки, изначальный стандартный шаблон, куда я запихнул еще саперную роту и ремонтную роту в обозримом будущем. Также я создал новый уникальный шаблон, который состоит из ширины фронта 21. Это ПЕК-дивизия. Две винтовки перекрещенные, вы их видели. Суть этого шаблона в том, что эти шаблоны у нас элитные. Состоят из саперной роты в поддержке, артиллерии в поддержке и ремонтной роты в поддержке. Такие дивизии имеют очень хорошую оборону. А вкупе, как вы видите, наши генералы прокачиваются. И я самолично их прокачиваю на скорость строительства укреплений, на максимальную укрепленность, на скорость восстановления дивизий. Таким образом, мы создаем с вами плацдарм для просто смертельных дивизий, которые будут выносить вражескую атаку на ура. Это было маленькое отступление, чтобы никто не запутался и чтобы было поменьше комментариев. Искал, а какие ты шаблоны использовал. Насчет людей не беспокойтесь, берете обязательную службу, она все равно никак не скажется на вашем производстве из-за того, что ресурсов у вас не будет при выживании. Все оснащение вы будете получать от ваших врагов, особенно ближе к концу. Обороны, когда можно уже идти в контратаку, враг будет упарываться сильнее и сильнее, терять больше снаряжения, значит, тем более вы ремонтную роту еще будете прокачивать. Таким образом, снаряги у вас трофейной будет больше, у меня уже накопилось около 200 танков, очень много артиллерии и дополнительного оснащения пехотного вооружения. Вот такая вот магия, цыганские фокусы, никак по-другому не назовешь. Надеюсь, я все объяснил и вопросов в комментариях будет немножко поменьше. На дворе февраль 1942 года, Советский Союз и Иосиф Сталин, который расправился наконец-таки со своей шизой, что все его хотят подставить и так далее, напал на Третий Рейх. Но сразу скажу, война у Советского Союза не задалась. Но для нас, кстати, это большой-большой плюс. Во-первых, вы заметили, что я потерял несколько провинций. Да, сохранить все провинции, даже при очень крутой обороне, трудновато. Главное, сохранять все самые важные провинции, город, город. Но вы меня поняли. Сейчас я планирую немножко отстояться в обороне. Наши генералы прокачаны, ни в каких войнах мы больше не участвуем, только воюем с агрессорами в лице безумного безумца и Гитлера. Поэтому постоим немножко в обороне, попробуем оценить ситуацию. Если Советский Союз будет и дальше страдать, то мы пойдем с вами в контратаку. А пока что можно построить дополнительные укрепления на всякий случай и подготовить новые дивизии. Благо, солдаты есть. Спасибо обязательному призыву. Отвлечемся на минуточку от Польши, Германии, выживания. Давайте посмотрим, что вообще происходит с миром. С миром какая-то шиза, если честно, происходит. Мексика коммунистическая, анархическая, Советский Союз сам напал, сам уже солдат потерял. Причем он напал на страну, которая заведомо сильнее Советского Союза. Третий Рейх. У Третьего Рейха где-то в два с половиной раза больше военных заводов, чем у Советского Союза. Даже несмотря на то, что мы выжили и истрепали очень сильно дивизии вермахта, Советский Союз все равно терпит тяжелейшее поражение. А все остальное, что у нас происходит в мире, вы видите на этой прекрасной карте. Ось контролирует практически всю Европу. А в Азии Япония покончила с Китаем. Ну что же, ребят, как я и говорил, как назло, Советский Союз прям конкретно так сдал. Прибалтику там уже почти всю захватили, пробили центральный регион у Советского Союза. Пришло время вмешиваться. Включаем вынужденную атаку и на плане начинаем разносить вражеские, пехотные, ослабевшие дивизии. Если повезет, если мы все сделаем правильно, то возможно мы отрежем снабжение немецких войск и поможем тем самым Советскому Союзу. То есть снабжение с Берлина будет идти максимум через Румынию. А вот это уже большой-большой косяк для всей оси. Ну что мы, все о снабжении, снабжении. Мы с вами захватываем наши исконно национальные территории, отбиваем их у рога. Наше наступление продолжается. Как вы видите, все идет пока что по маслу. Спустя какое-то время мы с вами неплохо так смогли закрепиться на территории, можно сказать, наших первоначальных границ. Да-да, так еще и немножко Кёнигсберга с собой захватили. Создали мы такую транзитную зону. На самом-то деле мой план со снабжением не сильно так и получился. Немцы не страдают от снабжения, точно так же, как и итальянцы, венгры, которые находятся на Восточном фронте. Все же Румыния имеет, наверное, огромный потенциал по снабжению. Что же, на этом мы останавливаться точно не будем. Будем дальше стараться атаковать, контратаковать и вести нашу страну к долгожданной уже видимой победе. Третий Рейх начинает потихонечку сдавать позиции на Восточном фронте, а вдобавок ко всему к союзникам присоединились Соединенные Штаты Америки. Как вы понимаете, возможный распил Германии уже может наступить скоро-скоро. А пока что, ребят, по нашей давней традиции, которая была в старых выживаниях, предлагаю вам насладиться малюсеньким таймлапсиком, как мы с вами захватываем Германию. Пытаемся, по крайней мере, ее захватить. Надеюсь, вам понравится. Кто не хочет смотреть, специально для вас таймкодик на экране. Перематывайте, и вы перейдете к финалу этого ролика. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok